Продолжение следует... ...максимально, так сказать, сэкономить, максимально использовать эффективно отпущенные нам средства. 0,05% от НДФЛ – это, по сути, есть бюджет, наш муниципальный бюджет. Теоретически мы можем получать в качестве источников дохода бюджета прибыль от сдачи в аренду муниципальной собственности. Проблема в том, что муниципальной собственности у нас нет. Все забрал город. Однако при подготовке проекта бюджета мы ставили задачу сделать его более социально ориентированным. Ну и даже, несмотря на такие скромные цифры, развернуть его лицом к людям. Что мы предлагаем сделать с этими деньгами? Какой наш такой флагманский проект? Мы считаем его действительно очень важным и полезным для жителей района. Мы хотим реализовать в районе проект, который называется «Социальное такси». То есть, отказываясь от служебного транспорта, мы хотим направить освободившиеся деньги на специализированную машину, которая могла бы предоставлять услуги бесплатного такси для нуждающихся людей. В первую очередь для людей маломобильных, людей с ограниченными возможностями. Также мы хотим распространить эту услугу на многодетные неполные семьи. Понятное дело, мы не сможем объять необъятные. Те скромные возможности, которые есть в нашем бюджете, мы не сможем их направить на то, чтобы удовлетворить все потребности, даже в рамках нашего района не получится этого сделать. Но это важный шаг для того, чтобы, по крайней мере, сдвинуть ситуацию с мертвой точки. На городском уровне существует услуга «Социального такси», но, к сожалению, она работает неудовлетворительно. Вот хотя бы на уровне нашего района мы попытаемся ситуацию сделать хотя бы немного лучше за счет тех скромных средств, которыми мы можем распоряжаться. Как это будет реализовано? Если мы получим поддержку со стороны вас, граждан, жителей района, на публичных слушаниях, если во вторник мы сможем утвердить бюджет, если он получит поддержку со стороны депутатов во втором чтении, будет утвержден, соответственно, будет подготовлен контракт для размещения на открытом конкурсе. Через открытый конкурс будет привлечена транспортная компания, которая сможет предоставлять такую услугу. Она будет получать ежемесячно, соответственно, на перечисление бюджета. Мы, как депутаты, будем контролировать предоставление этой услуги. Если у нас получится, возможно, уже в скором времени такие проекты будут запущены и в других районах. Предлагаю приступить к обсуждению бюджета. Вот премия, Илья Олегович, я смотрел предыдущее собрание, в 10 лет вы там частично отказывались от своей премии. Насколько я понимаю, премия вам выделяется из местного бюджета. Слушаю я. Правильно? А премия депутатам выделяется... Да, там транспорт приходит из правительства Москвы, и эти деньги целенаправленно выделяются. Есть предложение, вы можете отказаться от своей премии, разделить между 10 депутатами те деньги, которые... А вот те деньги, которые вам выделяются из местного бюджета, прибавить такси. Огромная потребность есть в привлечении второго юриста, который бы занимался не обеспечением вот этой вот всей бумажной муниципальной волокиты, которой очень много... Смотрите. На обеспечение всей этой бумажной волокиты, который помогал бы в приеме населения, в обработке обращений со стороны граждан и в подготовке депутатских запросов. Премия, которую вы упомянули, которую я действительно получаю, которую получала моя предшественница Алисина Николаевна, которую получают все главы муниципальных образований, такая практика сложилась в Москве, я трачу именно на привлечение такого юриста. Ни копейки из положенной мне премии я не положил в карман. Я предложила... Точно, я не прошу, отказаться от снотрун-куровых путев, от оплаты снотрун-куровых путев всему аппарату Совета Депутата. Я предлагаю с вами. И у меня еще тогда вопрос. А кто будет контролировать, как используется это такси? Потому что вполне возможно, это такси вызывает бухгалтер и едет в казначейство на такси для инвалидов. Такое может быть? Ну, в общем, в зависимости от того, как есть. Кто будет контролировать? Я предлагаю себя... Прекрасное предложение. Да, я предлагаю, как члены финансовой комиссии, бюджета финансового, контролировать использование. Да, конечно. Спасибо.